МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВЗРЫВ 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 Сегодня мы путешествуем по одной из самых старых железных дорог России. Важнейший ход этой магистрали дублирует нашу главную реку Волгу до самого ее пустья. Несмотря на доступность и обжитость этих земель, экспедиция по Нижней Волге стала одним из самых ярких железнодорожных приключений проекта. Мы пройдем поездом прямо по поверхности озера, увидим частицу Тибетов при Каспии и окунемся в настоящий водный мир. Отрезок Приволжской дороги от Волгограда до Каспия проходит по одной из самых необычных местностей нашей страны. Ландшафты и природные зоны вдоль железной дороги меняются здесь с поразительной быстротой. Дело в том, что пойма Нижней Волги и ее дельта, они так называемые интразональны. Другими словами, по-русски говоря, попросту, вот эти водно-болотные богатейшие места, ландшафты, они волею судьбы геологической оказались среди степей, полупустыни, даже пустынь, иногда даже барханных песков. Поэтому граница очень резкая между поймой и полупустыней. И удивительно то, что именно по этой границе, в точности, как прочерченная по линейке, идет железная дорога. Вопрос о строительстве железной дороги в Поволжье стал актуальным уже в середине 19 века. Деловая среда того времени моментально ценила значение нового для России вида транспорта. Интерес был взаимным. Обеим столицам круглый год нужны были волжские хлеб и рыба, пенька и криозот, а также товары из Средней Азии, Закавказья, Ближнего Востока и Индии. Все это шло в европейскую часть России через Волгу. Поэтому дорога была построена раньше Транссиба и уже в начале 20 века перевозила значительную часть всего товарооборота империи. В вокзальном строительстве в Старой России элементы вот этого деревянного модерна, вот этот декор, наличники. Здесь он довольно простой, но все равно очень изящный. Можно угадывать время ее постройки, но понятно, что оно, скорее всего, дореволюционное. Или в другом случае это более поздняя имитация стиля. В общем, замечательно то, что маленькие российские станции очень похожи на старые дачи. Может быть, именно это придает им такое обаяние и ощущение уюта. Потому что каждая такая станция свидетельница стольких человеческих историй, такого количества судеб, такого количества встреч, разлук, расставаний. этого вокзального горизонта. Вокзального горизонта разлук, как писал Борис Леонидович Пастернак. Женя, Женя, попустите, сыночек. Женя, куда они выходили? Женя, нельзя, надо, сыночек. Сыночек, сейчас перебили, здесь. Смотри, вот что такое. Не спорь, не спорь. Не спорь, не спорь. Не спорь, не спорь. Все. Хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо. 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 Подобные станции становились не только необходимым элементом железнодорожного сообщения, но и своеобразными центрами жизнедеятельности в этих малонаселенных местах, где и сейчас нечасто встретишь человека. Железная дорога нанизывала редкие поселения, как бусины, на тонкую нить. Она придавала их существованию новый смысл, давала новый импульс. За станцией Сероглазого наш поезд оказывается в степной зоне в самый разгар весеннего цветения. Отсюда из Поволжских степей входили на изначальную Русь кочевые племена. Сюда же отправлялись киевские дружины, чтобы огнем и мечом проучить коварных и безжалостных степняков. Множество человеческих трагедий. Повидала эта земля, усланная богатейшим разнотравьем. Вот он, ковыль. Вот он какой. Всегда удивляешься, когда видишь наяву то, что много раз видел на картинке или читал в русских былинах всякие истории про богатырей и ковыльные степи. Вот он, ковыль. Символ, знак вступления в зону степи, в зону полупустыни. Цветущие степи становятся своеобразным преддверием интереснейшей части нашей экспедиции. Мы еще не знаем, что нас ждет. Никто никогда здесь не был. Вот, посмотрим, посмотрим. Ну, надеюсь, что не пропадем. Красивые места, да, вот. Поедете на низницу туда, в Москву. Да, красиво там, да? Да. Воскунчакская солевозная дорога Воскунчакская солевозная дорога одна из самых удивительных в истории железнодорожного строительства. Построили ее почти 130 лет назад. И с тех самых пор вывоз ценного минерала не прерывался ни на один сезон. Одна из удивительнейших страниц истории российских железных дорог Боскунчакская солевозная дорога Фантастическое зрелище Наверное, единственная дорога в мире проложенная по поверхности озера Ну, правда, и озера уникального заполненного самородной солью В экспедиции мы уже привыкли к самым необычным средствам передвижения. Но и здесь Боскунчак нас удивляет. Передвигаться по поверхности озера удобнее всего прямо на поезде. Такого с нами еще не случалось за все долгие месяцы самых разных экспедиций. Ждите тогда у сигнала от нас по команде поедем, как мы на точку встанем. Да-да, я вас понял. Подсказывайте потом остановку. У Боскунчакской железнодорожной ветки масса удивительных свойств. Мы впервые увидели дорогу, где напрочь отсутствует какая-либо сигнализация. Многие механизмы, необходимые для обычной дороги, не работают тут из-за коррозии. Они в течение считанных недель превращаются в ржавую труху. Воды здесь немного. Обычная глубина 20-30 сантиметров. Это даже не вода, а горько-соленый раствор, который называется рапой. Под ним на 6 километров вглубь земли чистейшая в мире поваренная соль. По сути, мы находимся на вершине горы, упрятанной глубоко в недрах земли. Размеры только исследованного соляного массива в Прикаспийской низменности превышают такие вершины, как Манблан или Эльбрус. Первые упоминания о сказочном озере, на берегах которого ломают соль белую, как лед, появились в казенных докладах 16 века. А добыч соли на Баскунчаке, российской казной, началась в 1747 году. Слава об озере шла по всему континенту. По Великому Шелковому пути соль отправляли в самые дальние уголки Юго-Восточной Азии. Очень часто караваны подвергались нападениям разбойников. Ведь стоимость пуда соли еще в 19 веке равнялась цене небольшого стада баранов. С приходом в эти места железной дороги Баскунчак обеспечил необходимым минералам и Россию, и все ближайшие страны. Вот это очень железнодорожный кадр. И главное, что под вагоном видна вся гладь озера до горизонта. В теплое время года по дороге передвигаются не только солевозные составы, но и специализированная техника для добычи соли. Много веков соль рубили специальными топорами. Незадолго до Второй мировой войны инженер Макаров придумал устройство принципиально новое в горном деле. По принципу действия оно отдаленно напоминает нынешний пылесос. Его так и назвали солесосом. К войне уже три солесоса сосали соль из Баскунчака. Они были прообразами современного соледобывающего комбайна, который сосет соль за моей спиной. По белой глади Баскунчака можно гулять босиком. Но очень скоро рапа начинает буквально разъедать ноги. Те из нас, кто решился на такую прогулку, довольно скоро об этом пожалели. Вода озера кажется совершенно безжизненной. Даже мелкие насекомые, попадая в рапу, через считанные дни превращаются в соляные кристаллы прихотливой формы. А подвижные пустынные растения «Перекати-поле» образуют нечто вроде коралловых отростков ярко-белого цвета. Удивительно то, что Баскунчак это самое возобновляющееся месторождение. Каждый день из подземных источников в это озеро нафильтровывается вдумайтесь в эту цифру 2500 тонн солей. Это составляет примерно миллион тонн соли в год. Примерно столько, кстати, и добывается в год поваренные соли из озера Баскунчак. Со всех сторон к Баскунчаку примыкают бескрайние плоские степи Калмыкии и Казахстана. Но у южной его части расположилась гора. В здешних низинах она кажется настоящим каменным исполином. А необычный красный цвет ее скал создает месту особую ауру. Неудивительно, что для коренных народов она является святой. Это не зависит от вероисповедания. Для казахов и русских, монголов и калмыков ее название Богдо имеет возвышенный и мистический смысл. Гора Большое Богдо единственная гора при Каспийской низменности. Колоссальной высоты вдумайтесь в эту цифру. 149 метров от подножия 130 метров над уровнем моря в связи с тем, что подошва горы Большое Богдо находится на дне Прикаспийской низменности, которая, как известно, ниже уровня моря еще на 20-28 метров. В конце 16 века в эти места пришел тибетский буддизм. И фактически сразу Богдо стала объектом поклонения адептов этой новой для Европы религии. Ее склоны превратились в своеобразную буддистскую молельню на открытом воздухе, место продолжительных медитаций и мира созерцания. Говорят, что в ветреную погоду Богдо поет. Склоны горы источены ветровой эрозией и глубокие расщелины издают странные звуки. Но мы оказались здесь в тихий день. здешние места характерны не только поразительно быстрой сменой ландшафтов, но и близким соседством различных жизненных укладов. Калмыцкий буддизм, русское православие, ислам, который исповедуют казахи и другие степные народы. Так уж вышло, что едва мы отъехали от священного буддистского места, мы сразу попали на мусульманский праздник. Это не было какой-то специальной задумкой. Для России с ее многонациональным укладом, подобный калейдоскоп событий и явления, в общем-то, заурядны. Давай голову снимем, давай. Да, да, снимаем, снимаем, обязательно. Да. мы ведь не просто путешествуем по железной дороге. Мы выискиваем уникальные места, через которые проходит железная дорога. И здесь, здесь, кажется, единственное место в России, где цветущие поля маков и поезд, наш вот этот голубой вагон, могут оказаться в одном кадре. Каспий с незапамятных времен был гигантским перекрестком самых разных цивилизаций. Древние называли его Срединным морем Евразии. Здесь проходили главные караванные пути Северной и Восточной Европы в самые отдаленные уголки Ближнего и Дальнего Востока. Теперь через Каспий и Волгу проходит перспективный транспортный коридор Север-Юг. По мнению наших главных партнеров российских железных дорог, это будет серьезный конкурент Суэцкому каналу. Причальная стенка порта Аля, символическая граница между прикаспийской низменностью и Каспием. Единственный грузовой порт России на Каспийском море, откуда уходят суда в Иран, Азербайджан, Туркмению, во все государства этого замкнутого моря. За моей спиной Волга-Балт с портом приписки Архангельск. Мы находимся в том самом месте, где Волга впадает в Каспийское море. Вот так знаменитая географическая аксиома приобретает вполне реальные очертания. Дорога до порта Аля проходит среди бесчисленного количества озер, истинный масштаб и красоту которых почти невозможно оценить с земли. По местному они зовутся Ильменя. Происхождение этого названия вызвало массу споров среди участников экспедиции. Так называли озера и поморы, и древние мордва, и многие другие народы, которые живут совсем уже далеко от Прикаспия. Для нас это был первый опыт использования самолета, которому дали обидное и незаслуженное звание кукурузник. Да и наши пилоты явно не привыкли возить съемочные группы. Общими усилиями мы подготовили съемочное место в салоне Аннушки. Вот смотри, сейчас я наряжаю тебе покажу как открывать дверь привязаны все ложишься вот так как смотришь как тебе нужно так ты снимаешь назад даже можно понятно вот здесь на чеколду так то есть открываете дверь ногой обязательно придерживайте потому что полбу в это сразу сто процентов и половину все ясно и начинайте работать уже Ан-2 рабочая лошадка нашей региональной авиации история не знала более неприхотливой и долговечной машины как утверждают летчики этот самолет можно починить без всякой ремонтной базы действуя лишь кувалдой и парой отверток на карте большинство этих озер закрашено голубым цветом да и с земли не сразу понятно что водяные линзы имеют самые различные оттенки красные от цветения водорослей белые благодаря соли голубые с пресной и чистой водой каждое озеро может менять состояние в зависимости к примеру от времени года весной во время большого разлива вода в них опресняется в жаркий период время интенсивного испарения вода активно уходит и на почве выступают солончаки и тогда вода даже в бывших еще недавно пресными ильменях становится солоноватой южная оконечность ильменей входит в охранную зону астраханского заповедника старейшего в стране он должен стать завершающим пунктом нашей сегодняшней экспедиции еще в начале 20 века природа дельты эксплуатировалась самым чудовищным образом и главной жертвой человека стали птицы которые тысячи лет использовали местные тростники для вывода потомства птичьи яйца были прекрасным сырьем для мыловаренного производства а перья использовались для шикарных плюмажей столичных модниц больше всех пострадала белая цапля и близкие к ней виды которые по несчастливой биологической судьбе имеют очень красивые декоративные перья так называемые игретки вот вот ради этих игреток французские консессионеры скупали здесь тысячи миллионы шкурок цапель к тринадцатому году стоимость их возросла настолько что за три-четыре шкурки белой цапли можно было купить корову первые охранные зоны появились здесь еще в девятнадцатом веке но касались они рыбных промыслов настоящий заповедник удалось создать лишь после революции в 1919 году с тех самых пор астраханский заповедник один из старейших и наиболее солидных в стране сейчас просто невозможно поверить что в начале двадцатого века дельта была полностью разорена в хороший день интенсивность движения пернатых над дельтой напоминает суету на дорогах москвы в час мы оказались здесь в период весеннего перелета миграция птиц сейчас достигла своего апогея залезаем в заситку построенной посреди большой смешанной птичьей колонии в основном здесь живут бакланы но вместе с ними цапли серые белые большие малые кваквы орланы и много других птиц это большая коммунальная квартира птичья очень шумная мне предстоит провести здесь несколько часов в этом шалаше прямо напротив деревьев усеянных усаженных птичьими гнездами способ передвижения по заповеднику один ранним утром мы отправляемся на местных лодках в ударах к укромным местам заповедника это полои заливные луга где одновременно гнездятся птицы и происходит нерест бесчисленных видов рыб дельты есть и еще один повод который влек нас кустью волги именно сейчас в отдаленных заводях восточной части заповедника в это время года можно найти целые стаи диких лебедей эти белоснежные птичьи гиганты используют полойные луга как своеобразную гостиницу на пути в Арктику так всегда надо приспособиться к незнакомому плавсредству а иду я вот к тому дереву я надеюсь что оно создаст мне естественное укрытие и вместе с моей камуфляжного цвета рубашкой даст возможность успеть сделать кадр пока эти осторожные птицы не признают во мне потенциальную опасность попробуем веслом вот интересно что лебеди лебеди сидят вроде бы спокойно но конечно настороженно они нас прекрасно видят и готовы взлететь как только мы пересечем эту зону невидимую границу безопасности городскому человеку трудно объяснить какой-то труд подойти к дикому животному вот например даже к лебедю казалось бы так привыкшая к присутствию человека птицы вот как они настороженно ведут себя попробуем ближе куда идти так еще вот прекрасно прекрасно отработали молодцы отлично в обжоровской протоке астраханского заповедника заканчивается наше сегодняшнее приключение всегда так бывает что только приживешься где-то а заповедники наши это вообще очень уютные места где хорошо работается только приживешься и уже уезжать но таковы уж реалии проекта по условиям которого мы почти нигде не задерживаемся более суток за кадром осталось еще немало чудес которые можно увидеть только в дельте волк как таки вместе с нашим партнером российскими железными дорогами мы снова отправляемся в путь но еще вернемся в Поволжье правда теперь в другое время года разогласно чтобы у вас было в дельте это и в дельте от в дельте и в дельте Продолжение следует...